Стимат коллеги, рад ассистенции, вот как он держал указы тут. Я уволенчерка партии Сукчин, с марикер, была тема конференции Диастерзе. Название моего доклада «Молдова, который у нас украли. Узурпация власти в республике Молдова. Опыт политической безнаказанности». Уважаемые коллеги, государство считается состоявшимся только тогда, когда общество живет по закону, то есть по конституции. Еще в Древнем Риме, Древней Греции, более двух тысяч лет назад наглядно показали всему миру, что демократия это в первую очередь верховенство закона, это нормальная ответственная работа законодательного органа и независимая деятельность судебной власти. И вот сейчас, в 21 веке, Молдова практически вернулась к феодальному строю, где закон заменен словом «феодал». Фактически в республике живут люди в обществе, где не действует конституция, нет независимых судов, нет легитимного парламента, нет правоохранительных органов, отсутствует безопасность, а это значит, что по сути отсутствует государство. Всем известны основные принципы верховенства права. Верховенство права это в принципе собирательный термин, означающий наиболее важные аспекты демократического правления. Его суть в том, что правительственные решения должны быть основаны на согласии народа, должны действовать через структуры и процедуры, которые разработаны для предупреждения индивидуальных потрясений и государственной тирании, которые защищают права и свободы народа. Общеизвестно, что верховенство права основывается на пяти основных принципах. Я их позволю процитировать. Первый принцип верховенства права это правительство народа, управляемое народом и существующее для народа. Второй принцип это разделение властей на исполнительную, судебную и законодательную, а также их взаимодействие. Третий принцип это представительная демократия, процедурные и существенные ограничения в отношении действий правительства, направленные против частных лиц. Четвертый принцип это представительный, легитимный парламент, осуществляющий посредством законов волю народа. И последний, пятый принцип это судебное разбирательство независимой судебной системой, как основной механизм приведения законов в жизнь. Я не зря позволил себе процитировать эти пять принципов верховенства права, верховенства закона, так как мы видим, что сегодня в нашей стране, в Республике Молдова, не только грубо нарушаются все эти пять принципов, но их практически просто не существует. Захват нашей страны начался несколько лет назад и стремительно прошел все этапы. Сегодня уже можно с уверенностью говорить о том, что начало было положено 7 апреля 2009 года, продолжено после досрочных парламентских выборов и окончательно утвердилось после незаконного убрания президента. Тема попытки государственного переворота 7 апреля 2009 года заслуживает отдельного исследования и даже несмотря на все попытки прокуратуры сегодня замести все следы, мы вернемся к ней позже, отдельно и подробно. Здесь же попытаюсь проанализировать все правовые этапы и аспекты захвата нашей страны, то есть потери государственности. Первые ростки взошли уже при формировании Альянса за европейскую интеграцию 1, то есть в сентябре 2009 года начался процесс, который я бы назвал очисткой поля. То есть таким образом были заменены все руководители правоохранительных структур и органов госбезопасности. Была куплена должность генерального прокурора, начался процесс рейдерского захвата судебной системы. Далее, после неудачных попыток избрания президента, вместо распуска парламента, как того требовал закон, Альянс пошел вопреки Конституции и затеял авантюру с референдумом по изменению Конституции. Таким образом, имеет место первая попытка остаться у власти любой ценой. Только принципиальная позиция партии коммунистов, выразившаяся призывом бэкотирования незаконного референдума, сорвала или отодвинула на время процесс узурпации власти. С высоты сегодняшнего дня понятно, что захват страны окончательно оформился в прямом и в переносном смысле этого слова с момента подписания соглашения о создании Альянса за европейскую интеграцию 2, то есть в декабре 2010 года. Ведь фактически это секретное соглашение между лидерами Альянса подменило Конституцию Республики Молдова. С этого момента наша страна живет не по закону, а в соответствии с договоренностями между либеральной демократической партией, демократической партией и либеральной партией. Это грубо нарушает статью 2 Конституции Республики Молдова, которая гласит, что ни одна политическая партия, ни одна социальная группа не может осуществлять власть от своего имени. Конечно, некоторые могут возразить, что во многих странах существуют и работают коалиционные правительства, действуют межпартийные блоки. Да, это так, но нигде в мире секретными соглашениями не были распределены между партиями, судебной инстанцией, прокуратурой, органами госбезопасности, надзорные органы, счетная палата, Центральная избирательная комиссия, Конституционный суд. Фактически каждая партия Альянса, а на деле их лидеры, получили свою вводчину. Налицо классический феодализм. После этого все и понеслось, завертелось. В рекордные сроки были смещены не только руководители этих структур и назначены свои партийные выдвиженцы, но начались репрессии против рядовых сотрудников. Цель была одна – подчинить всю власть партиям Альянса. С последними пакетными назначениями в октябре 2012 года директоров антикоррупционного центра комиссии по этике и службе информации безопасности фактически круг замкнулся. А страну мы потеряли раньше. Все оформилось еще весной этого года. 16 марта была финальным аккордом. Над страной опустили занавес. Несмотря на то, что Конституция предусматривает, что президент страны избирается максимум из двух попыток и в случае неудачи парламент распускается, партия Альянса избирает своего президента с седьмой попытки. И с одобрением Конституционного суда до того суда, который они ранее захватили, то есть подготовили почву. Практически с 16 марта 2012 года мы можем говорить не только о нелегитимности парламента и узурпации власти. С этого черного дня Молдова официально захвачена. Тогда, 16 марта, у нас отняли страну. И уже не удивляет то, что случилось потом. Уголовные дела на оппозицию, закрытие оппозиционного телеканала НИД, запрет серба и молота как символа партии коммунистов, цензура, репрессии против коммунистов, подкуп, травм и шантаж оппозиционеров. И это сопровождается правовым нигилизмом, взрывом преступности, увеличением безработицы, ростом цен, тарифов, налогов и сборов, обнищением народа, приватизацией государственной собственности, постепенной потерей нейтралитета и суверенитета. И, наконец, поглощением нашей страны Румынии. Все это вписывается в понятие «захваченное государство». Наша страна сейчас является территорией, захваченной и эксплуатируемой Альянсом, лишенной политической, экономической и законодательной самостоятельности, управляемой на основе секретного соглашения Альянса. Уважаемые друзья, общеизвестно, что одним из основных признаков состоявшего демократического государства является разделение ветвей власти в законодательную, исполнительную и судебную. К сожалению, у нас власть разделена на либерально-демократическую, либеральную и демократическую. Спасибо.